Друзья, всем шалом! Спасибо всем, кто смотрит этот прямой эфир. И у меня сегодня есть для вас новинка. Сегодня вы узнаете с Божьей помощью еврейский закон Аллаху через интересную ситуацию, которая произошла в Израиле. В нашей недельной главе написано, а змей был хитрый. И в связи с этим слушайте ситуацию. В дорогой магазин серебряных изделий зашла женщина с грудным ребенком в руках. «Я ищу красивую ханукию из чистого серебра. Дайте мне, пожалуйста, самую большую и дорогую ханукию», – попросила она у продавщицы. И, естественно, продавщица поспешила дать ей взвесистую и сверкающую ханукию из чистого серебра. Осмотрев ханукию, покупательница сказала продавщице, «Муж ждет меня в машине на улицу, я выйду на секундочку, покажу ему ханукию, подержите, пожалуйста, ребенка, пока я не вернусь». «Конечно», – ответила продавщица и с радостью взяла ребенка на руки. Проходит минута, две, пять, а мать ребенка еще не вернулась. Вдруг с улицы донеслись звуки плача и крики. Выходит продавщица из магазина и видит женщину, которая горько плачет о своем пропавшем ребенке. Стало понятно, что ребенок в руках продавщицы был на самом деле сыном той женщины, которая плакала на улице. А та, что вошла в магазин с ребенком в руках, оказалась мошенницей. На основании свидетельств очевидцев оказалось, что воровка, выйдя из магазина с громадной ханукией, быстро зашла в машину, которая ее ждала, и мгновенно скрылась из виду. Выяснилось, что воровка схватила ребенка, которого непутевая мамаша оставила у входа в другой магазин, и воспользовалась им для совершения своего мерзкого поступка. Когда пришел хозяин магазина и узнал о случившемся, он потребовал от продавщицы оплатить всю стоимость ханукией. Продавщица ответила, ну как я могла подумать, что женщина с ребенком такая мошенница? Кто прав? Как вы считаете, дорогие друзья? Давайте подумаем над ответом. Так, сейчас посмотрим комментарии. Кто что пишет? Шалом, Валентина! Шалом всем! Ну, в это время, в которое я записываю видео, не так-то много народа, я так понимаю. У меня тут на самом деле не пишет сколько людей. Вот. Но каждый человек — это целый мир, и я рад каждому человеку, который смотрит этот эфир. Делитесь этим эфиром с друзьями. Это будет полезно всем. С Божьей помощью. Итак, самое главное, мы приходим к разгадке этой загадки. Мы приходим к тому, кто прав. И на эту тему автор книги Хад Шаальти, Рав Ицхак Зильберштейн, который привел эту ситуацию, дает и ответ. Что же делать? Что говорит нам Аллаха, еврейский закон? Что нужно делать? Итак, статус продавщицы в отношении товаров в магазине — сторож на время. Есть четыре вида сторожей. Один из очень часто встречающихся видов сторожей — это сторож на время. Продавщица — это сторож на время. По еврейскому закону, сторож на время обязан платить в случае воровства или потери того, что он сторожил. И, само собой разумеется, обязан платить в случае, когда он сам умышленно совершил нарушение в отношении предмета, который должен был сторожить. Например, его сломал, разбил, выбросил, отдал кому-то бесплатно и так далее. Но он свободен от ответственности при случайности, когда он не виноват в происходящем или в происходившем. И, по всей видимости, продавщица не обязана была думать о такой невероятной возможности кражи. И поэтому данная кража в отношении к продавщице называется как случайностью. По-простому, даже если бы хозяин магазина был там, в этом магазине, во время мошенничества, он бы не заподозрил, скорее всего, ничего странного. И тоже позволил бы воровке взять Хануки на улицу. Да, нормальная ситуация. Женщина входит в магазин с ребенком, дает ребенка на время. Да, поэтому мы не думаем, что можно было бы что-то в этом заподозрить. Однако мать ребенка, по всей видимости, нуждается в исправлении. Ведь по ее вине воровка схватила ребенка. Вся эта ситуация, по сути, длилась несколько минут. И все это время мамаша, как ни в чем не бывало, находилась в другом магазине, забыв о ребенке. И это, в принципе, можно назвать преступление в отношении к младенцу. Как написано в трактате Санедрин, на странице 19, Алиф, сказал Рами Бар Аба. Постановил, постановил Рабби Йосиф Ципори, что нельзя женщине идти по рынку с ребенком позади нее, поскольку было происшествие, когда украли помещики мальчика, который шел за мамой. И в нашей ситуации мать шла с ребенком позади. То есть это подобно тому, что ребенок позади. То, что она оставила его на входе в магазин и пошла делать покупки. Позади, а не впереди. И из-за этого произошел весь цербор и была украдена ханукия. Поэтому, резюме, дорогие друзья, продавщица не обязана платить хозяину магазина за ханукию. Напишите, пожалуйста, те, кто смотрят сейчас и те, кто смотрят на видео, насколько вам было полезно это видео, этот эфир, этот урок с 1 до 10. Вот тут я вижу уже, Таня Баринов написала, думаю, что хозяин должен платить. Очень правильно, Таня, получается, что вы совершенно верно сказали, да? То есть никто ничего не должен платить, поэтому все остается хозяином. Молодец. Я желаю вам хорошей субботы. Шаббат шалом. И напишите, пожалуйста, от 1 до 10, насколько вам был полезен этот урок. И будьте счастливы.